В ходе работы точек быстрого питания выявлены серьезные нарушения. В начале месяца в прокуратуру города поступила информация о том, что в одной из известных экспресс-закусочных города готовят еду с нарушением санитарных правил. В ходе прокурорской проверки эти данные подтвердились. На сегодняшний день в Оренбурге у экспресс-закусочной избушкой-кормушкой 17 точек, расположенных в разных районах города. Все они были проверены сотрудниками прокуратуры совместно с представителями трудовой инспекции и Роспотребнадзора. Были выявлены грубейшие нарушения. Отсутствует ракен для мытья рук, существующие не работают, руки моют в ведре. Температурный режим хранения скоропорчившей продукции не соблюдался. Температура во всех холодильных шкафах от 8 до 12 градусов по Цельсию, хотя выше 6 санитарным нормам вообще не предусмотрено. Скоропорчившей продукции без даты, без времени изготовления. Соответственно, определить, когда конкретно изготовлена данная продукция и каков срок хранения, к сожалению, нельзя. Нарушения были выявлены абсолютно на всех точках избушки-кормушки. С одной лишь разницей, где-то их больше, где-то меньше, говорят в прокуратуре. Ну, особых пояснений от работодателя, почему допустил, конечно, мы не получили. Мы получили, что все в ближайшее время ответы были такие, что все будет устранено, что где-то ссылка была на незнание нормативов каких-то, на незнание закона. Ну, незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Также возбуждена административная производство прокуратуры района по статье 6.6. Там санкции тоже предусматривают штраф и также административно приостановить деятельность. Но этот вопрос уже будет решать Роспотребнадзор. Несмотря на выявленные нарушения, избушка-кормушка продолжает свою деятельность, причем вполне успешно. Максимальный штраф, который грозит предпринимателю за такого рода несоблюдение закона, всего 3 тысячи рублей. Претензий на себя пока нет, никаких пагубных последствий для своего организма я не ощущал. Частенько беру ничего. Живые? Живые, да? Нет. И после такой информации также будете продолжать покупать? Ну, в принципе, надо задуматься над этим.